Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на мой канал. Это видео-граскоп предсказания для представителей знак Дева на июль месяц 2021 года. Мы рассмотрим все сферы жизни, что будет происходить в любви, в работе, в отношениях, с деньгами. Возможно, карты вам дадут некое предупреждение. Так, как бывает, карты, например, с первой позиции, с первого слова дают сразу предупреждение, чтобы обратить внимание на эту сферу. Например, вы сфокусировали на чем-то одном, а карта говорит вам, нет, сейчас, в данный момент, вам очень важно, например, сфокусировать свое внимание совершенно на других. Также я хочу сказать, если у вас есть в жизни сложная ситуация, вы нуждаетесь в совете, вы стоите перед сложным выбором, вы не можете принять решения, я с удовольствием помогу вам, и все мои контакты вы найдете под этим видео, я с удовольствием работаю для вас. Это мое призывание, как психолога. Итак, мои дорогие девы, какой будет общая атмосфера для вас в июле месяце? И карты нам говорят, что вы больше времени постоянно будете находиться дома. Но при этом у вас будет конфликт с неким человеком. Это человек такой, знаете, ненадежный, азартный, противоречивый, человек любитель удовольствий. И вы будете с этим как-то, как-то будете с этим бороться. Возможно, это взрослый сын, либо отец, либо брат, либо даже муж. Либо это вы сами, и вы будете как-то, ну вот, какие-то будут у вас конфронтации. Будете, мои дорогие девы, будете находиться, у вас будет дома конфронтация. Мы дальше посмотрим в сфере, допустим, семьи, что нам скажут карты. Ну, карты нам говорят, что вы больше как-то будете с этого дома. Ага, вот видите, сферу семьи, я открыла оппозицию в сфере семьи. И здесь нам карты опять показывают пустые хлопоты, слезы, разочарования. Какой-то очень циничный, бесстрастный человек будет принесет проблемы в вашу жизнь. Либо, если это вы, то обратите внимание, пожалуйста, на свое поведение. Уж простите, я всегда озвучиваю все, что мне говорят карты. Возможно, это просто в вашем окружении, в вашей семье есть такой человек, который вот такой личность, здесь даже сказано, не хочу делать громких заявлений, деградация личности. Возможно, даже здесь из-за артной игры, либо алкоголизм. Проблемы, проблемы дома, я вам хочу сказать, мои дорогие девы. Сразу прям карты выдали нам такое. Они очень, карта, они такие, знаете, я просто иногда удивляюсь, они просто режут правду матку, и вот все, что происходит, вот они все говорят, и оно все сбывается. И об этом я каждый день получаю подтверждение от моих друзей, англичан, которые мне пишут слова благодарности о том, что вау, Лара, все сбывается. То есть, ну вот, поэтому примите во внимание, пожалуйста. Что будет происходить у вас на работе? Ну, на работе опять, как карты нам уже ранее показали, скорее всего, либо вы не работаете, либо вы находитесь в отпуске, либо вот вы планируете, либо вот работаете на дому. Но вы, у вас есть какая-то, скорее всего, вы, наверное, в поисках работы, потому что карты нам показывают надежда, надежда, вы следуете, у вас есть какой-то намеченный план, где-то продвижение, возможно, вы себе наметили что-то такое, знаете, ну, какой-то бизнес построить, и вынашиваете какой-то проект, и у вас очень много, вы обдумываете это все, у вас здесь разговоры, удовольствие, приятного общения, хорошее такое общение, возможно, вы, знаете, ведете какую-то переписку с друзьями, которые, ну, вот вы просто поделитесь своим опытом, вот здесь как-то вот хорошее такое приятное общение, просто некий человек в вашей семье, в вашем окружении будет приносить вам какие-то, доставлять вам какие-то хлопоты нехорошие. Вот, видите, в отношениях, с позиции отношений опять показана карта Хагалас, руна Хагалас, это руна разрушения, это разрушение, знаете, как иногда в договорах прописывают форс-мажурные обстоятельства, то есть обстоятельства, не зависящие от вас, вы этим не управляете, вы не в силах ничего изменить, это, как, знаете, как солевой поток в горах, вот идет, и вы ничего не можете сделать, то есть вот то, что вот что-то такое стихийное, что-то будет разрушено, причем, знаете, это, у вас будет знакомство, возможно, здесь речь идет о новом знакомстве, такое романтическое знакомство, это будет случайная встреча, это такое будет восхищение, такое приятное общение, но этому общению не суждено быть долгосрочным, вот, потому что оно будет, либо вы недавно познакомились, и у вас в общении возникли некие проблемы, и вы решили, это будет все разрушено, человек как-то исчезнет, самоустранится из вашей жизни, как-то вот так, мои дорогие девы, что вас будет поддерживать? Ну, у вас есть друг, это женщина, очень такая, знаете, самостоятельная, общественная, активная по жизни, приятельница, хорошая коллега по работе, целеустремленная, вы, скорее всего, с ней советуетесь, вы с ней, как карта уже нам ранее показали, возможно, вы работаете данным проектом, либо вы задумали, что-то, нечто такое новое в вашей жизни появилось, вот, знаете, как какая-то искра вот появилась в вашей голове, и вы вынашиваете эту, и вы советуетесь с кем-то, вы спрашиваете совета у людей опытных в этом деле, хотите заручиться поддержкой, и даже поддержка может быть в виде совета. Вот так, мои дорогие девы, друг вас будет поддерживать, хороший друг, друг именно вот, именно вот по работе, как хороший коллега по работе, такая целеустремленная женщина, либо это вы, если вы женщина. Какие будут вас помехи? Опять, смотрите, я просто удивляюсь иногда картам, как они вот, если они вот уже задумали что-то говорить, они вот говорят, говорят постоянно, опять говорят, в неком человеке, в вашем родственнике, в вашем окружении, есть некий человек, который, это молодой человек, но он как-то приносит, ну, он какой-то такой ненадежный, он приносит постоянно какие-то проблемы в вашу жизнь, ну, такой, знаете, человек, ищущий удовольствие, возможно, это ваш взрослый сын, либо ваш брат, либо даже ваш муж, но человек приносит вам, человек такой, знаете, ну, он вроде трудолюбивый, и стремится, ну, вот он как-то будет вам, строить вам какие-то преграды, помехи в вашей жизни, вы даже, знаете, вы стараетесь, ну, вот, получить результат, вы вынашивали какой-то проект, на чем-то очень долго работали, этот человек как-то нанесет вам какие-то помехи, преграды, и вы, например, не сможете, например, не сможете в срок закончить определенную, допустим, там, работу, либо проект, на чем вы работаете, вот вы наметили там себе сделать что-то, например, на протяжении недели, но этот человек своими какими-то неблаговидными поступками вас отвлекает, постоянно требует своего внимания, и вот вы, ну, вот такой вот человек будет постоянно вам строить козни, будьте готовы к этому, мои дорогие девы. Какой будет результат этой недели, этого месяца, прошу прощения, но вы все-таки постараетесь удержать свои позиции, вы человек, который знает, как зарабатывать деньги, с такой жилкой купца, с жилкой бизнесмена, вы знаете, вы сосредоточены на зарабатывании, вы, ну, по крайней мере, постараетесь, если вам не удастся заработать, то, по крайней мере, вы попытаетесь удержать свои позиции, но в то же время, опять-таки, карты нам показывают неспокойную любовь, разочарование, временное раздражение, несогласие, сомнение, печаль, вот что-то такое у вас, какие-то качели в отношениях, человек какой-то вас очень, ваш любимый человек, приносит вам разочарование, приносит вам, ну, это такие, знаете, болезненные отношения, скорее всего, деструктивные отношения, мои дорогие, делаем, возможно, это не тот человек, который вам просто нужен, какой для вас будет сюрприз, сюрпризом для вас станет то, что, смотрите, вы на что-то надеялись, какую-то деловую встречу, сделку, вы надеялись заключить некий контракт, возможно, о купле-продаже, либо приобретении, подписать некий контракт, и сюрпризом станет то, что вам не удастся это сделать, этот проект будет приостановлен, вам не удастся подписать этот контракт, не удастся заключить эту сделку, это будет остановлено, и вы, потому что вы будете находиться в неком ограничении, то есть это вот стоп, я не знаю, с чем это связано, возможно, некие форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от вас, и вы будете находиться как будто в ограничениях. Остановка в делах, замораживание проекта, замораживание вот этого бизнеса, остановка в бизнесе, это станет для вас, вот казалось бы, в тот самый момент, когда вот-вот уже идет развитие, да, лесу запустилось, и вдруг стоп, это станет для вас неприятным сюрпризом, да, те люди бывают неприятные. Какой для вас совет? А совет для вас такой, чтобы не происходило в вашей жизни, даже если в вашей жизни что-то рушится, и люди, которые в вашем окружении пытаются строить вам некие козни, создают вам пустые хлопоты вокруг вас, и приносят некие помехи в вашем продвижении, чтобы не происходило, вы должны быть выше всего этого, смотрите, карта высокомерия, вы должны быть выше всего этого, и продолжать работать над этим, над вашим проектом, чтобы не происходило, смотрите, это работа по найму, ну это такой у вас, знаете, средний уровень, постепенный рост в карьере, но приближающиеся перемены, развитие проектов, то есть будут помехи в развитии ваших проектов, вашей работы, вашего дела, вашего начинания, скорее всего здесь речь идет о собственном бизнесе каком-то, но вот ваше окружение, ваши домочадцы, либо ваши любимые будут вам, ну, строить такие, не то чтобы козни, как-то будут вносить коррективы в ваш рабочий график, и, ну, это будет не совсем на пользу вашим начинаниям и вашим рабочим делам, рабочим проектам. Вот так, мои дорогие дела. Будьте осмотреть им, будьте дипломатичны и очень терпеливы, терпение вам понадобится, не дужное терпение вам понадобится в июле месяце. Если вам понравилось видео, поддержите меня лайками, пишите свои комментарии, свои замечательные жизненные истории, и, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал, знаю, что многие смотрят меня без подписки. А на этом я прощаюсь с вами. Я благодарю вас за внимание и скоро увидимся снова, потому что я с большим удовольствием всегда выхожу в эфир и работаю для вас. А сегодня пока-пока.